Друзья, всем привет! Сегодня небольшая подборка полезных советов. Приятного просмотра! А начнем с подрезки под приличным углом бруска. И вот для чего. На самом деле, этот эксперимент меня немного удивил. Дальше увидите. Скоро предстоит укладка плитки в доме. Поэтому решил проверить, насколько ровный или кривой пол. У нас полусухая стяжка. И вот ставим лазерный уровень просто на пол и вплотную подносим подпиленный брусок. И делаем отметку карандашом по лазерной отметке. Далее подкладываем под брусок предмет, толщину которого мы точно знаем. Например, у меня это пильный диск толщиной 2 мм. Далее делаем новую отметку на бруске. Как видим, по скошенной части получается целый сантиметр. А по факту это всего 2 мм. То есть контролировать перепад будет в разы легче. Делаем отметку с противоположной стороны от нулевой. На таком же расстоянии, что и первую. Так сможем контролировать в обе стороны, то есть выше или ниже. Теперь можем ходить с этим бруском по комнате и визуально понимать, как сильно пляшет основание. Тут вроде все нормально. Перепад составляет как раз около 2 мм. Решил проверить полы в доме, в котором живем сейчас. В котельной плитка вроде тоже сильно не убегает. А каково было мое удивление, когда я провел замер в спальне, в которой живем сейчас. И живем уже лет 10. Оказывается, тут у нас перепад по полу, наверное, сантиметр точно. А мы и не замечали никогда. Благо, он идет равномерно. В другой комнате тоже есть перепад. Очень интересно, но мы жили и не замечали. Вывод такой, что если перепад плавный от стороны к противоположной стороне, то до сантиметра, думаю, никто и не заметит. Его в обычной жизни. Но контролировать завал той же плитки на расстоянии метра, такой штуку, думаю, будет очень информативно. Вскоре проверим. Бывает такое, что необходимо распустить материал по длинной стороне. Например, ламинат. Можно сделать это многими способами. Но по мне, быстро это сделать дисковой пилой. Но без упора все равно пресс будет не идеальный и плавающий. Что же делать, если упора с собой нет? Можно обойтись, например, вот такой струбцинкой. Зажать ее на платформе на нужной ширине и спокойно пилить. Вместо такой струбцину можно использовать любую другую. И вообще можно пофантазировать и сделать упор из подручных материалов. Пил получается ровный и точный. Кстати, люблю вот такие F-образные струбцины. Но есть одно но. Если хочется прижать посильнее, то рука на ручке начинает проскальзывать. Можно немного улучшить этот момент. Просто сверлим отверстие в торце ручки. И вкручиваем туда мебельную футурку. А далее вкручиваем туда болт. И вот мы теперь можем сделать больше усилия с помощью шуруповерта или гаечного ключа. Чтобы сделать кольцо из провода подходящего под болт или контакта размера, не нужно гадать. Просто замеряем 4 диаметра и зачищаем. Этой длины точно хватит для создания кольца с небольшим запасником. Друзья, вот такая подборка сегодня получилась. Надеюсь, нашли для себя что-то полезное. Если это так, то ставьте лайк и пишите комменты, что понравилось больше. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал в Телеграм. Там тоже много всего интересного. Всем удачи и до новых встреч!